Господи Иисусе Христе Сыне Божий помилуй нас помилуй меня грешного номер 260 события дня 1 Петра 4.7 впрочем близок всему конец за 28 августа 16 года ну и далее предупреждение всем просят разослать или я этого человека знаю по его нападкам на меня минимум четыре раза только наехал он при посещении Барнаула дважды в университете и в епархии Новокузнецке это я только то что знаю прямо видел сам и рождественское чтение и вот это натравить на нас Роспотребнадзор это его рук дело это человек всех ссорить между собой веры то никакой нет видать совсем зачем я ему нужен с кем бороться со мной еще бороться то если бы я был какой-то там знатный или кто вот теперь смотрите тормозните здесь и почитайте враг затесавшийся в число граждан россии видите как выставляющий христианца в дружном свете я согласен с этим и занимается созданием распространением злобных слухов сплетен разрушительные клеветы не подкрепленные научными исследованиями экспериментами с этим тоже согласен подрывная деятельность ну и далее что это не народ огниющий труп так оно все и есть события какие вчера только сели за стол звонок мне из прокуратуры мамонтовской звонит спрашиваю получили ли предписание еще я не знаю какие мне предписание по устранению недостатков в лагере или замещенных там я говорю лагеря нету он расформирован я его создатели я имею это право сделать нету лагеря дети разъехали все здоровые он больше заниматься еще вот игры устроили какие-то прокуратура была создана петром первом разве для этого чтобы смотрели друг за другом придумывали какие-то болячки вот там нет у нас того противопожарная ну нету нету я тоже к вам имею претензии что у вас страха божия нету так мои претензии более серьезное что я целый день работаю а вы мне мешаете я работаю здесь как могу по моим силам физически вот сейчас две усадьбы у нас и их надо привести в состоянии таскаем и такие везем и просто тяжеленная работа такая сильно помог нам михаил михайлович кальмаев из тимиртау приехал вот это я говорю уже сегодня утром это сегодня уже 30 получается августа он сегодня утром должен быть на поезде до барнаула и далее к себе едет человек после операции приехал ему хуже не стало нас любую работу берется сильно помог нам да благословит его господь женой неизвестно незнакомую но я пригласил их прокуратуру чего не хотят его арестовывать меня хотите я готов к этому мне это все известно уже на что вы больше сделать это со мной я полудохлый хожу говорю едва дышу семьдесят восьмой год что спрашивать меня давили и крутили и морозили еще только нету у меня бронхи как тряпки вам это надо что пока второе заявление то пишите на меня я у меня уже и нету я уже на той стороне остановитесь уже ничего нету уже уезжаем жизнь заканчивается в стране такие перемены грядут вчера пишут в одном селении где-то справляли день деревни и выступил староста деревни поздравил и скажи ты приписали это миссионерской деятельности ну значит под штраф подогнали а дальше пишет четырьмя восклицательными знаками а он совершенно неверующий неверующий ну в общем то да и если так глубже я все стараюсь как бы подоплеку узнать но если привязывается к верующим то почему к неверующим не привязать одинаковые все но ради чего вся эта затея была так называемый яровой яровой там дворкин там рпц все это составили там подписала яровая депутатом чтобы прикрыть ну и что за этим то что стоит главная цель была что мусульман приструнить а их и нет нигде их и не трогают они до свое дело делают призывает и в один из дней у них все под контролем сейчас только дадут сигналы до самого последнего пункта взорвут все сразу для них убить у них так написано потому что это неверное которое мешают и прочее не надо приукрашивать там где-то коран эта книга известна переведенная они ее верят верят в нее как мы верим священное писание ой хищник у меня в руках вот он у меня хищник какой а вот так буско буско на у меня вот она какая ой баловная ой ну вот так не знаю что и отвечать и считать не прочитаешь там прислали сегодня утром посмотрел да и вижу все это и говорили никакого соответствия вашим нормам нет но у вас нет соответствия никакого нашим нормам вы нашли норму посерьезнее касается вечности вчера сообщают вызывают родителей которые были пугают их пугают вы почему в лагерь лапкину отдавали детей потому что они вам не нужны не нужны поэтому куда их детей изъять это мне пишут уже родители еще себе не нужны а их дети говорят а мы на следующий год все равно туда поедем если плохо было бы зачем они теперь у меня в лагере я их унижал унижал что унижал маленькие значит и унижать их нечего а взрослый большой принизиться ему не мешает унижающий себя возвышен будет а где кого я унижал конкретно покажите если он большой и ударил маленькую девочку я что должен делать я его привожу к покаянию детей-то отдали мне не вам детей это не просто так родители знают кому отдать ни один ни два как писала российская газета дядя игнатия плохому не научится 45 лет практика 45 лет основатель единственный был лагерь в россии православный со строгими правилами кого только не было трудно страну найти регионы с которой мы к нам не приезжали много было детей много да и взрослых лагерь-то комплексный и вот они добились того что я увидел что переходим на другой в другой формат как говорится теперь лагеря уже нету и отвечать мне нечего а чего отвечать уведомлением по покойнику я говорю фильм есть я легенда он говорит умерли все все 5 миллиардов умерли никого нету уже вот это я хочу сказать все умерли то есть отошли лагеря нет пугает теперь родители вызывает прокуратуру отнять детей за то что особенно матери год одиночки страдают от этого я говорю чужих слов доказать ничего не буду и ну да если до дела то дойдет это можно поднять данные скайп и проще такое ну это александр шереметьев пишет молюсь и верю в надежде на бога все разрешится и дьявол будет постыжен вот видите как это люди которые знают нас внимательно смотрю что происходит потеряевки всем кто рядом с вами поклон не сдавайтесь все будет славе христа христос воскрес с праздником успения божией матери ханшей живу сейчас сша уехал из российской федерации начались гонения на казаков за свободу мыслей и несогласия с идеей партии царя путина информация вас распространяю пусть все знают о вашем православном лагере и чудо потеряевки вот так я знаю кто пишет меня их фамилии имена на них недруги начинают нападать и доказывать что мы плохие супер плохие ну даже доказать и плохие но они сделали все врагами и ну и что из этого все впрочем в плен близок всему конец на меня нападают где-то что-то потом вдруг находят а это говорил патриарх а вот это находили на у блюма находили антония понимаете как если находите у других но выраженные может быть и теми словами я какой никто юрий соболев мир вам игнатий тихонович принимаю и вам желаю посмотрел ролик размышления праздники преображения да истина вера от слышания я ослышание от слова божия римлянам 10 17 а не от эстетических переживаний я об этом много размышлял и размышляю и вот услышал отчетливое подтверждение моих рассуждений об этом ваших словах конечно бог может обратить человека еще не чувственное впечатление но это наверное исключение или разовые события как тоже преображение кстати вы затронули вопрос о горе фавор так вот в передаче слова пастыря который вел тогда еще митрополит кирилл я из уст его услышал что вряд ли это была гора фавор вероятнее всего ярмон но это ремарка что называется к слову вот видите как я когда говорил об этом до что вы гора фавори доказательства должны быть подтверждение и друг находят и у митрополита ставшего потом патриархом такое же ничего особенного патриарх сказал вот тогда так и есть понимаете как ездил кириллу на восток и говорит духовное состояние развалено я возьми да и скажи священнику что вы семинарии открывается столько храмов я до конца высушил и говорю ему батюшка так я не свои слова сказал это сказал патриарх кирилл вернулся с востока он сразу испуганный такой кирилл сказал ну тогда наверно так и есть ну ну что же такое вот заговорил бедный и богатые превознеси до облаков а заговорил бедный вот а кто это такой это и серахов говорит ну вот и все основа основа вера от слышания слова божия то есть если я верно разумею от разумного источника то есть не слышание как чувственное впечатление как например музыка а как средство для последующего уразумения и притворения этого знания в жизни можно сказать иначе основа священное писание если человек глухой он обратится от текста евангелия и такие ощущения редки а не от чудесного мифотворчества и чувственных впечатлений здесь как мне кажется и лежит ответ на вопрос о трагедии православия трагедии в истории церкви неправильное рождение неправильный вход в церковь искривленная вера и такая же жизнь разумеется духовное правильное рождение слова божие семьи и веры все соответственно верное так что на благовестнике лежит огромнейшая ответственность его духовный акушер но об этом писал вам ранее повторяться не буду дети мои для которых я снова в муках рождения доколе не изобразится в вас христос галатом 4 19 вы призна в моей молитве игнатий тихонович что всегда обнимаю храни вас господь и лично мы с юрием не встречались ну-ка за такой тут грызет провода у меня и что это что такое а эти он вообще не перегрыз провода татьяна одна пишет слава богу помогите разобраться воскресенье после службы у меня был разговор с регентом она давно воцерковленный человек и вся из себя слово воцерковленный я считаю одним из самых непристойных слов в лексиконе церковных людей нет этого слова не в библии не у святых отцов нету это обман воцерковленный то есть ходит знает как свечки подавать и все не не от слышания веры то воцерковленный привык он знает как вести где деньги положить какие свечки купить но все такое атрибутика там много говорит обрядности и мало христия вот так как правильно читать псалтырь в домашних условиях по усопшему она спросила меня а зачем тебе это сказала большая ответственность правильно и сказала отвечает что все бесы которые сидят на нем будут нападать на тебя что я не знаю где этот человек и куда он пошел в рай или ад абсолютно правильно отвечает правильно это в житях святых об этом говорится игнатий окажется до молиться друг за другом у молиться друг за друга пока живой окажут тогда те души если они в одумающем и ждут нашей молитвы откуда известно ждут они там молитвы и ничего а я вообще не понимаю что есть уже правда что на это надо брать благословение на чтение псалтырь я имею благословение священника но я буду до читайте дальше кто когда умер она говорит считает что по гордыне она сразу считает вот весь господь а тому не подать церковь не ходит он но и дальше что я отвечаю а молитесь за тех кто не уверовал в иисуса христа и не жил по его святым заповедям нет в святой библии ни единого слова и говорившие вам о том правы там жена рейтинг а кто и риме 716 ты уже не проси за этот народ и не возноси за них молитвы и прошения и не ходатайся передо мною его я не услышу тебя ну кому верить то как феофан затворник говорит священник говорит благословляя а бог говорит не благословляя но и что будет утверждено на небе я не услышу тебя не возноси за них молитву я не знаю какие еще нужны доказательства я не услышу тебя не возноси за них молитву лука 1626 и сверх всего того между нами и вами утверждена великая пропасть так что хотящие перейти отсюда не могут также оттуда к нам не переходят и 1 иоанна 5 16 если кто видит брата своего согрешающего грехом не к смерти то пусть молится и бог даст ему жизнь то есть согрешающему грехом не к смерти есть грех смерти не о том говорю чтобы он молился не о том еще за него молиться когда-то все равно бесполезно будет а вот я еще сейчас скажу иоанн 3 36 верующих сына имеет жизнь вечную а а не верующих сына не увидит жизнь огня божья пребывает на нем вот все что я могу сказать перенесу сюда иметь жизнь вечную а не верующие в жизнь всякие ненавидящие брата я человек убийца вы знаете что никакой человек убийцы не имеет жизни вечной в нем пребывающих вот тоже могу туда перетащить пожалуйста что еще подтверждает этому вот места описания к этому добавить уже нечего доказательства так что молиться нельзя я молюсь сам по псалтыри у нас кто умирает свои верующие да какая ему польза не знаем какая польза это сокрыто но чувство любви остается и я прошу если узнаете о моей смерти телесной помолиться вот пятом томе творение она затоуста об этом написано какая польза от милости когда подают и церковь тоже устанавливает порядок вот сестра льва толстого просила молиться и разрешили но в келейной молитве дома для молитвы нет преграды а если не уверовал не уверовал не там и считается веру помяни раба твою а не так что как дьякон там ревел стоял помяни господи и первого президента российской федерации бориса николаевича а коммунисты пишут колу осиновый забить в могилу ну вот и разбирайся ну зачем это российская федерация да богу то эти все наши федерации первого президента ну не верил человек совсем бога то пинчушка ну хорошие качества были у человека тоже никому не мстил и при нем вот это не было распотребнадзора вот этого преследования яровой это все сейчас идет при нем этого не было а это по этим сейчас принятым то законом куда еще выйдут на какую сторону на пользу ли это будет и президент знает об этом законе и знает ли он последствия ничего это нам не известно если что-то будет дальше она обязательно будет то есть речь идет о запрете на проповедь евангелия от регистрацию получай ну какая бабушки регистрация она верит она говорит по телефону или в интернете где-то это только начало со всеми этими поправками это у них не было такое диоклетиан гонитель и четыре дикта издал на этом год и погорел все бог сменит правителей президентов страну все бог меня близок всему конец близок рядом и поэтому эти законы там название вы я не верю какая-то яровая это все тут помогает дворкин цру там и прочее прочее это для гибели россии жили сколько 25 лет с перестройкой и никто ничего и все верует и такая была свобода и худо никому не было а тут подряд всех ну и что если дети леговы не так проповедуют ну у них такое ущение заблудшее да а так можно запретить не трошки покойников мормоны их там переписывать к себе ну вот на этом все целый день вчера мы работали граду возводили возили ну работа непрерывная у нас идет сегодня-то михаила не будет уже все-таки никита до володи и я тут с ними дал бы бог еще помощников некоторые просятся дом то был бы купили строить это не каждый но дело все божье вот это когда у меня в священном писании где я туда делаю курсивом это если красным и на этом все да благословит господь нас всех и во славу божию